На этих кадрах рыбы будто бы молят о помощи, просят высвободить из зараженного озера. Некоторым выжить все-таки удалось. Хозяин ближайшего ресторана Эси Дула своими силами спас более двух тонн рыбы, но погибло, по его словам, в сотню раз больше. Жители нашего города знают, сколько было много рыб в нашем озере. К сожалению, почти вся рыба погибла. То, что нам удалось спасти, около двух тонн рыбы. Причины гибели рыбы пока устанавливаются. Из озера взяты пробы. Пока известно одно – водоем был загрязнен вредными стоками. Откуда они попались сюда еще предстоит выяснить. Ну а пока местные власти принимают ряд технических решений. Это подача чистой и выкачка отравленной воды. А также планируется провести субботники и очистить территорию от мусора. До сего времени результаты лабораторных исследований нам неизвестны. Значит, поступали разные версии, что, возможно, вода загрязнена посредством сброса из близлежащего виноконечного комбината, что есть канализационные сбросы. Но на предположениях мы не можем выстраивать свои обвинения. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы получили заключение о причинах и о виновном лице, будь то юридическое, физические лица, для того, чтобы привлечь к ответственности и впредь принять комплекс мер на недопущение повторного загрязнения озера. Пострадала от локальной экологической катастрофы не только рыба. Убытки понес и бизнес, и седулы. Из-за сильной вони, стоящей на несколько километров, люди перестали посещать ресторан. Очень сильно отразилось, потому что вонь невыносимая на сегодняшний день. И гости, естественно, не ходят. Озеро было излюбленным местом дербенцев и туристов. Люди сюда приходили и отдохнуть, и порыбачить. Сейчас здесь нет ни рыбы, ни людей. Но все же местные жители не теряют надежду, что смогут вернуться сюда вновь. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Дербент.